Друзья, привет! С вами я, Михаил Шилов. Сегодня десятое число, вернее, десятый день, как я начал с начала октября проект, минус семь килограмм за месяц. Это третий мой отчет, он будет такой, не очень объемный, но все по существу. Смотрите, начинал я с 82 килограмм, сейчас у меня 79 с половиной килограмм. Мне удалось в первые два дня буквально своего проекта убрать два килограмма, это в основном была одна вода преимущественно. И вот сейчас пошел процесс, то есть я разгоняю с помощью буч, то есть белково-нотуглеводного очередования еще больше свой обмен веществ. И буду наращивать сейчас не за счет уже муч, а за счет изменения немножко диеты и усиления кардио, процесс ускорения снижения веса. Суть проекта заключается вот в чем. Суть в его названии. Минус семь за месяц. То есть за один месяц с первого по последнее число октября я должен потерять около семи килограмм веса. Причем запланировано так, что из этих семи килограмм порядка четырех, ну трех-четырех где-то килограмм это будет потеря лишней воды, только 500 грамм где-то потеря мышечной массы, остальное потеря жира. В общем, короче, надо серьезно подсушиться, что называется. В этом суть проекта. Для того, чтобы показать людям, моим подписчикам и тем, кто меня постоянно спрашивает и задает вопросы, что в принципе это возможно. Самое главное заключается в том, что я делаю это в натуражку, что называется. И еще более важно то, что без сильных натужеманий в углеводах это делается. То есть без углеводок. То есть углеводки без углеводки жесткой здесь вообще нет. В чем суть и как это вообще выглядит, вы можете посмотреть, просмотрев два первых ролика. Первый о начале проекта, второй об отчете после двух дней. Вот. К концу проекта потеря четырех где-то килограмм жидкости должна быть стабильна и не возвращаться после приема пищи, да, что называется. Что после тренировки согнал там килограмм или полтора, потом попил и все вернулось. Нет. Это стабильно должна, стабильно вода должна уйти и не возвращаться. Вот. Вот. Быстро не возвращаться. Конечно, если водосолевой режим снова начать нарушать, вот, то она вернется безусловно. И особенно если нагнать углеводов. Сейчас прошло десять дней. Сегодня десятое число. Значит, у меня вес восемьдесят девять с половиной килограмм. То есть, видите, всего лишь полкилограмма, да, за семь дней. Даже за восемь. Меня это нисколько не расстраивает на самом деле. Я не переживаю. Хотя я, конечно, думал, что уйдет немножко побольше. Я думал, что первые где-то четыре килограмма уйдут гораздо быстрее. Потом ступор, да, наступит и я буду где-то по 500 грамм терять за неделю или там даже по килограмму. Вот. Но я думаю, что сейчас все это быстро наверстается. То есть, сейчас будет идти с ускоряющими темпами. С этого плотом мы сейчас уйдем и будет гораздо быстрее идти потери веса. Там, думаю, что килограмма по полтора в какой-то момент может два килограмма уйдет за неделю. Почему я так думаю и на какие рычаги я буду сейчас опираться? Вот сразу хочу сказать то, что не говорил раньше или говорил, но раскрою сейчас немножко более подробно. Дело в том, что такая быстрая потеря, в общем-то, веса, хотя можно терять намного быстрее, но менее качественно, невозможно без интенсивных кардио тренировок или больших объемных тренировок в стиле кроссфита. Или если это силовая тренировка, то она тоже должна быть многоповторная и объемная. То есть, это не силовая тренировка. Дело в том, что для того, чтобы побольше терять калорий и создавать определенный дефицит на калориях, нужно еще и на протяжении всего тренинга поддерживать достаточно высокую частоту сердечных сокращений. Вот. Этого можно добиться в кардио, можно добиться в кроссфите, в круговых тренировках, даже если они силовые. Вот. Не обязательно делать их по времени очень продолжительными, нужно делать просто их более интенсивными и многоповторными. Для меня ничего в этом особенного не будет, потому что в основном все мои тренировки таковыми и являются. Просто еще многоповторность будет увеличена. Я буду в упражнениях делать по 20-25 повторений и даже по 30, если это силовой тренинг. Буду заменять больше силовой тренинг на кроссфит и обязательно, конечно, каждый день у меня будет кардио тренировка. Небольшая, полчаса достаточно, это где-то 5 километров бега со скоростью 10 километров в час. Вот таким вот образом. То есть, без таких безобъемных тренировок и без кардио, конечно, создать определенного рода дефицит в потере калорий, вернее, в калораже довольно сложно, не сбавляя калораж общей еды. А вот здесь мы приступаем, вернее, я раскрою второй момент. Я не собираюсь в ближайшую неделю и даже 10 дней в еде калораж понижать. Ни в коем разе. То есть, не будет у меня такого, что я буду создавать дефицит калорий и сидеть на диване, умирая от недостатка калорий, от недостатка энергии, что мне сил не будет и все такое. Нет, я буду интенсивно тренироваться постоянно, причем мощно тренироваться и тренировать. А как же так вот, да? То есть, я вроде сохраню калораж тот же самый, да? Но при этом, при всем я собираюсь скинуть вес. Ну, во-первых, я сказал, что у меня будет тренинг более интенсивный и общая частота сердечных сокращений за период моего тренинга будет выше, чем обычно. Это бывает на таких же силовых тренировках. На кардио, в принципе, то же самое. Ну и больше кроссфита будет. Это раз. То есть, уже больше будет проделана такая вот объемная работа. То есть, в плане физической нагрузки я потрачу больше калорий. Это однозначно, чем если бы я отдавал больше предпочтения силовому тренингу. На силовом тренинге, как бы вы не хотели, как бы вы не считали, вы не потеряете столько килокалорий, сколько бы хотелось вам. Потому что все равно в перерывах вы теряете много времени и сама тренировка, сама, даже если вы работаете суперсетами, занимает от полутора часов голой работы, там, ну, ты максимум, максимум 20 минут, а то может и меньше. Потому что подход длится, там, от 30 до 40 секунд. Ну, минуту максимум может длиться, да. Вот. Поэтому даже не знаю, что это за подход такой, да, что минуту длиться может. Поэтому ничего не получится. Вот. Поэтому силовой тренинг я сказал, что на него ставку в потере веса не делаю. Он нужен для пампа, для поддержания тонуса, для востребованности мышц, чтобы они не пошли в катаболизм. Потому что даже если давать должное количество белка, но мышцы не нагружать, мышцы эндогенные будут усваиваться гораздо быстрее, чем токзогенный белок. Ну, потому что свой белок, он же родней. Его, так сказать, утилизировать будет намного проще. Если будет организм понимать, что собственный белок мышечно не востребован, он будет утилизировать, прежде всего, его. А это неправильно было бы. Вот. Так вот, не снижай я колоража. Как я собираюсь сделать? Просто я поменяю качество питания. Весь колораж, тот, который у меня есть, а это где-то порядка 2000 килокалорий. В принципе, я даже, когда на массе нахожусь, я за две с половиной никогда не залезаю. И даже две у меня вот так, но это обычно моя норма. То есть, 2000 килокалорий. Вот. Так уже приспособился вот организм у меня к этому делу. Ну, иногда перебираю там до двух с половиной, но это максимум. Вот. Буду добирать в основном на белках и на длинных углеводах. Причем не буду стараться именно в сторону белков и сделать с плечо перевес. Как обычно советуют. Говорят, там надо больше белка и меньше углеводов. Нет. Наоборот, у меня плечо будет увеличено за счет углеводов, но длинных углеводов. Вообще, простых углеводов не будет практически совсем. Только иногда, там чуть-чуть вообще абсолютно. И то только в углеводных окнах. Там после тренировки и все. Или с утра. Там после сна. Если у меня нету, конечно, кардиотренировки с утра. Только таким образом. Вот. Значит, на длинных углеводов жиры минимизированы. Абсолютно минимизированы. Чем меньше, тем лучше. То есть, специально никаких не будет приниматься жиров, никаких омега, ничего. Все будет. Если это рыба, то в рыбе это будет. Если салат я буду есть, там ложка, там оливкового масла, и все достаточно. Жиров достаточно в той еде, которую мы едим. Сидим мы мясо, едим мы овощи, фрукты. Там все, эти все жиры есть. Эфирные масла, жиры, все, что надо, все есть. В рыбе есть, в мясе есть, во всем есть. Что не возьмите. Поэтому до грамма доберем мы запросто. Полграмма, если будет, еще лучше. Поэтому вот, по поводу колоража. Колораж не снижаю вообще. И постараюсь его не снижать вообще до конца проекта. Этого минус 7 за месяц. Только за счет того, что будет перераспределение. Причем, я говорю, 10 дней я буду колораж добирать на длинных углеводах, не повышая белка. А оставшиеся 10 дней, наоборот. Чуть-чуть увеличу белка. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ни в коем случае не в ущерб над углеводом. Длинные углеводы уберу. Ну, то есть, если меньше сделаю приемах. Вот и все. Только таким образом. Основной рычаг в таком скоростном снижении веса делается именно прежде всего на питание. На питание, а не на физическую нагрузку. Потому что, учитывая, что я постоянно тренируюсь активно, и до этого проекта активно занимался, я просто не могу себе позволить такую роскошь, как увеличить количество занятий на несколько часов. для того, чтобы просто дефицит калорий создать. Поэтому самым основным рычагом влияния у меня будет именно питание непосредственное. И, конечно, очень важно, очень важно будет абсолютное разделение. Ну, и об этом я говорил немного раньше. То есть, белки отдельно, жиры отдельно, углеводы отдельно. Ну, если даже белки с углеводами еще как-то, то жиры отдельно точно. Вот. И я сказал, что они вообще не принимаются. То есть, никак совсем. Поэтому мне просто придется разделять между собой белки и углеводы. Вот все. Это довольно просто. Вот. Ну, все. Вот этот основной тот момент, который я хотел вам озвучить. Я резюмирую. То есть, основной акцент у меня сейчас будет на изменении немножко в плане питания. То есть, первое, что я сделаю, исключаю полностью жиры, специализированный прием жиров вообще. Это раз. Второе. Я не понижаю сам колораж, но сохраняю его за счет увеличения количества длинных углеводов. Не за счет белка. Когда я повышу количество белка, я вам отдельно об этом сообщу. Разделяю на большее количество приемов пищи. Полностью у меня идет раздельное питание. Вот. Водой не злоупотребляю. Не придерживаюсь той этой системы, когда говорят, дуйте воды, сколько влезет. Там, да, постоянно пейте, пейте, пейте. Ходите с соской. Нет. Вода употребляется между приемами пищи. Квантум сатис. То есть, ровно столько, сколько нужно. Захотелось пить, попил. Не захотелось, специально в себя воду не пихаю. Ну и по поводу тренинга. Силовой тренинг практически полностью заменяю на силовой кроссфит и интервальный тренинг. На объемные тренировки. То есть, просто чисто силового тренинга у меня фактически до конца месяца уже не будет. Ну, такая задача у меня. Ну, в общем-то, вот и все. И не снижаю кардио. То есть, каждый день стараюсь полчаса кардио. Где-то 5 километров бега. Ждите следующих отчетов. Я думаю, что постараюсь как можно быстрее сделать. И к следующему разу, думаю, что килограмма два у меня уже уйдет. Ну, все, друзья. До встречи. Скоро свидимся. Увидимся. И я вам расскажу, как я буду двигаться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok